Приветствую вас, мои друзья! Мы снова находимся на этом месте, где я обнаружил это скопление камней Может кто-то их привез, я не знаю Это за городом Я решил взять три образца новых потенциальных камней для анализов Как это сделать? Нам понадобится фломастер На этот раз я решил их не везти домой Я возьму образец с этого камня один Поэтому просто так делаем отметку один просто и все Кусочек Так, это один Этот номер два, они очень похожи И один возьму вот такой, но это скорее всего пустой камень вообще Он уже рассыпается сам Но в нем виден перит, кстати А в перите иногда присутствует золото, кто не знает Даже маленькая часть бывает Мне уже один раз попадалось, но я про это не снимал Возьму, в общем, образец один вот этот Но я уже сказал, он скорее всего пустой Видите, он вообще сыпется Ну вот этот кусочек и возьму, хватит Чисто для примера Так, я сейчас достану зубила Это номер три Я не буду даже ставить отметку Потому что на этих я поставил отметку В общем, не перепутаю Так, ладно Сейчас установлю камеру Зубилом Отдолблю небольшой кусочек от этого камня И оттого И дома проведем анализы Так, берем образец с этого камня Просто ничего особо делать сложного не надо Отлично Отломали Знаете, здесь таких желтых краплений не вижу Вот какие-то зеленоватые есть Мне похоже на перит Есть перит В общем, непонятно Пока непонятно Ладно, я возьму образец Не такой большой, конечно Меньше Так Все, он здесь лежит Наверное, вот так вот еще Кусочек Средний такой Ну вот такой пойдет кусочек Вот, все Отлично Вот эти образцы Тут номер один написано Обязательно ставим цифру один Так же Один Ну вот понятно все будет Убираем целлофан На целлофане тоже можно написать цифру один Чтобы Если вдруг сотрется, чтобы не перепутать Вот так Немножко взял я Этого хватит Это номер три Образец Который Такой рыхлый Его сюда убираем Это в целлофане Можно сюда Ну и из того камня Я сейчас так же возьму Образец И все И начнем проводить анализ Дом Можно на месте будет проводить Но это уже будет в моих базах Следующих видео Ну прошло немного времени Я отломил Второй образец Это камень под номером два Так Ставим цифру два Ну в принципе все понятно Все Так Вот она Еще Эти кусочки Вот они Тоже их сюда берем Ну примерно вот столько вот Достаточно Чтобы выяснить В остальных камнях Тут особо я не вижу Потенциала Брать анализы По их размеру Даже если в каком-то Примерно Я к примеру покажу Вот в таком и есть золото Я не собираюсь же Каждый камень проверять Нужно проверять Более-таки Массивные образцы Чтобы Если что-то и попадется Было что переработать Так Ну все Образцы я взял Камни пронумеровал Так же как и сами образцы Ничего в этом сложного нету Сейчас проведем анализы И выясним Есть тут что-то нету Так Я приехал домой Сейчас Сделаем анализы Этим трем Образцам Я подготовил Вот такие вот Одноразовые Стаканчики Из обычных Пластиковых бутылок В них лучше всего Проверять Дешево Быстро И можно даже На месте их найти Учитывая то Что их сейчас валяется Куча везде Сейчас даже не будем Ничего кипятить Я покажу Как это быстро И легко сделать Просто разбиваем Эти камни Породу Потенциальную Заливаем Царской водкой Слегка Немного И ждем Минут 10 Этого будет Достаточно Неразбавленные Разумеется Если там есть золото По любому Если тут золото есть Оно такое мелкое Что в принципе Растворится В течении Несколько Минут Так И Наверное На четвертый Анализ Возьмем Анализ Вот из этого Камня Я его уже Начал дробить В котором Точно Я знаю Что есть золото Сверим Так называемые Анализы Я вот тут Уже Основную часть Раздробил Такую Скажем Которую Содержит По моему Предположению Наибольшую часть Того самого Золота То есть Вот это Вот эти С таким Серым Вот с такими Серыми Пятнами Потому что Вот это Белая Как мрамор Часть В ней Никаких Украплений Желтых Я не видел И тогда Еще И сейчас Не вижу То есть Тут только Вот одна Идет Такая Вот Прожилка Вот эта Одна Идет В ней Скорее всего Золото Немного Проходит Может и нет Весь камень Наверное Все равно Весь камень Раздроблю По той Причине Что Кто его знает Может и здесь Даже малая часть Его есть Но сейчас Анализы Покажут Все И вы В этом Убедитесь Это Мы Проведем Четвертые Анализы Из этого Образца Я Отломал Отсюда Уже Много Что Разбил Уже Показал Но Сначала Давайте Проведем И снимем Анализы С этих Трех Образцов Которые Я Взял На месте Там Кто знает Это Образец Номер Два Это Образец Номер Один Ну ладно Я сейчас Их Разобью Я не Собираюсь Все Подряд Показывать Просто Потом Их Рассыплю И зальем Царской Водкой Подождем Десять Минут И проверим Так Я Чуть Чуть Разбил Образца Номер Один Вот Столько Достаточно Чтобы Проверить Есть Там Что Нет Просто Высыпаем Вот И Все Небольшая Его часть Осталась Ну ладно Можно Пока Убрать В сторону Сейчас Будем Молотить Образец Номер 2 Так Ну Теперь Я Сейчас Покажу Это Все Сделаю Быстро Так Все Подготовил Все Три Образца Раздробил Добавляем Царской Водки Это Вот Азотная Кислота Добавляем Соляной Кислоты Пойдет И Добавляем В образцы Ну Примерно Вот так Вот Добавили Теперь Надо Минут Десять Подождать И все Будет Нормально Много Это Времени Не Займет Все Итак Прошло Наверное Минут Десять Давайте Проведем Анализы Так При помощи Вот таких Вот Обычных Бумажек Снимем Образцы Берем По капельке Раствора Так Вот Капнули Раз Так Вот Ее надо Расшевелить Пошире Сделать Чтобы Лучше Проявилось Если Золото Будет Должно Появиться Такое Темное Пятнышко С Лиловым Оттенком С таким Каким-то Лиловым Именно Вот Как Сиреневато Лиловый Оттенок Такой Все Зависит Тоже От Примесей Железа Там И так Далее Бывает Вообще Такое Просто Темное Пятно Но Все равно Лиловый Признак Проявляется Если Там Золото Есть Так Берем Капельку Хлорного Олова И Добавляем Везде Так Вот Раз В образце Номер Три Ничего Не Наблюдаю Ничего Не Окрасилось Здесь В образце Номер Два Также Ничего Нет Так В образце Номер Один Также Ничего Нет Абсолютно Нигде Нет Так Значит Это Пустая Порода Так Давайте Проведем Анализы Это Вот Азотная Кислота Я Заранее Подготовил Берем Эту Это Образец Номер Четыре Наш Самый Камень Добавляем Соляной Кислоты И Ждем Немного Сейчас Пройдет Наверное Минуты Две И Все Будет Нормально Так Я Хотел Бы Сказать Насчет Этого Камня Дело В том Что Часть Этого Камня Я Так Думаю Золото Не Содержит Вот Эта Вот Часть Считаю Пустая Я Не знаю Дробить Не Дробить Дело В том Что Тут Я Никаких Пятен Не Вижу Ну Тут Немного Есть Вот Они Эти Пятна Но Но Я Пока Еще Не Выяснил В Какой Части Его Содержится Золото В Этой Части Больше Или В Этой Анализы Покажут Вот Вот такой вот образец я оставлю обязательно для примера. Всё дробить не буду, потому что я знаю, что в нём золото есть. А что касается этих образцов, которые мы привезли, в них уже мы выяснили, ничего нет. Ну вот спустя некоторое время ничего не проявляется, даже и малая часть. Тут и можно это всё выкинуть. Давайте ещё подождём несколько минут, торопиться не будем. Я подозреваю, что здесь золото такое мелкое-мелкое в виде пыли. И оно застряло, я не знаю, когда эта порода сформировалась, я так понял, оно перемешку, как каша, смешалось вот с этими вот краплениями между вот этими пятнами, какими-то серыми, с белым кварцем, извиняюсь, или как бы его там правильнее назвать, да, мне пофигу, я не геолог. Я вот так и называю кварц. Ну, наверное, кварц тут он, как стекло, вон, видите. Тут и кварц есть действительно, и более такая какая-то белая структура, это не кварц. Но кварц тут есть, его много, вон он он. Кварц он такой белый-белый и как стеклянистый такой. Он тут вперемешку идет. Ну, ладно, назовем просто кварц, как я уже называл. Но вот, вот эта вот часть его, вот она, самая такая, это сливки. Прям тут и все, много желтых пятен, вон. Я подозреваю, что это и есть то самое золото. Так, ну давайте проверим. Примерно прошло немного времени, но что-то уже должно показать. Вот, берем капельку этого раствора. Так вот тоже пошире сделаем. Берем хлорное олово и капаем сюда. Ну, начало, видите, темнеть, темнеть, начало. Еще мало времени прошло, надо подождать минут десять. Ну, уже вот реакция произошла. Уже начало. Можно еще и взять. Побольше так, чтобы... О, сразу понятно становится, видите? Добавляем еще хлорное олово. Еще мало времени прошло. Ну, вот. Он еще не растворился. Но реакция есть. Пусть эта бумажка подсохнет. Так, куда бы ее поставить? Ну, туда пока покладу. Пусть эта бумажка подсохнет, и явные признаки проявятся лучше. Присутствие золота. Так. Может быть, вот так взять, смотрите, взять немного. Так вот, отлить сюда. И проверить еще вот так вот, смотрите. Берем сейчас. Добавляем сюда хлорное олово. Ну, вот. Там реагирует оно, видите, темнеет. Вот оно потемнело все. Вот оно. Ну, вот. Золото наше. Видите? Темное. Вон оно, лиловая окраска, кстати, видна. Вот видите, слегка вот видно. Наверное, так лучше снимать анализы. Но на бумажке вообще лучше проявляется. Дело в том, что она еще плохо растворилась. Я специально это решил заснять, чтобы вы поверили. Ну, вот. Она видно, лиловый оттенок такой вот. Темно-лиловый. Ну, это из-за железа. Темный цвет такой. А вообще, если бы чистейшее золото было, был бы просто лиловый оттенок и все. Ну, чистого золота не бывает в природе. В общем, пусть вот эта бумажка подсохнет. И на ней будет явный признак такой, лиловый оттенок. То есть, она высохнет вот сейчас. И я потом покажу. Ладно. Так, прошло, наверное, минут пять. Бумажка еще даже не высохла. И за это время появился такой явный, видимый, лиловый оттенок. Видите? Пятно такое лиловое. Это хороший знак. Это признак того, что в растворе есть золото. Именно вот такой вот цвет говорит о наличии золота. Почему на бумажке проверять лучше? Потому что, ну, можно и прям раствор брать, проверять. Но он окрашивается, сам раствор, больше такой темный оттенок. Бумажка даже при высыхании окрашивается в лиловый такой, в лиловое пятно, как вот мы сейчас наблюдаем. Раствор еще растворяется. Он уже, видите, стал еще более такой желтый. Вообще, минут десять лучше подождать при анализе, потом проверять. Но даже этого времени хватило, чтобы показать, что в растворе есть золото. Так, как видите, анализ положительный. В тех трех образцах анализ оказался отрицательный. Так, я все растворил. Вот сколько раствора получилось. Еще столько же находится на хранении в канистре. Я все не стал сюда сливать. Я сразу разбавил его водой. Получилось примерно, как и в прошлый раз раствора. Ну, чуть-чуть больше. Такой он желтоватый. Вот зеленовато-желтоватого цвета такого. Больше желтого. Сейчас его восстановим. А то остальную часть я буду восстанавливать вне съемок. Потому что не хочу показывать одно и то же по сто раз. Вот он анализ, который мы делали. Бумажка. Она подсохла. Пятно отчетливо видно. Лиловое. Так, ну ладно. Я все подготовил. Налил хлорное олово. Понемного, думаю, хватит. Хотя можно добавить немного. На всякий случай. Я думаю, может я мало сделал. Еще добавим. Ну, так вот будет нормально здесь еще. Сейчас восстановим. Это меня уже не так, наверное, сильно удивит, как в прошлый раз. Потому что я знаю, что золото здесь есть. Но все равно это дополнение к этому видео. А это видео, скорее всего, больше такие анализы. Как видеоанализ пород. Скажем так, начало. Я уже показал в начале, как снимать анализы в моих следующих видео. В будущем я об этом более подробно еще все покажу и поисследуем интересные места. Так, ну давайте восстановим это. И на этом будет конец этого видео. А в следующем уже сплавим, как я и обещал. И посмотрим. Так, восстанавливаем. Суперски. Вот это да. Класс. Видите, какой темноватый Ростов. Так, вторую половинку восстанавливаем. Я это дело просто обожаю. На этот раз больше грязи чувствуется. Потому что большая часть этого камня уже была какая-то, я сказал, пустая. Но все равно золото есть. Основную часть я еще в прошлом видео собрал. Самые сливки такие. Я об этом уже говорил в начале тоже. Ну и здесь тоже еще хватает. Видите, как олова быстро, моментально реагирует. Наверное, это самый чувствительный химриагент к золоту, к палладию. Так, ладно. Просто моментально. Теперь надо подождать часа 3-4, может даже и больше. Осадок сядет на дно, такой темно-коричневый. Это черный цвет еще. Он сейчас спадет немного, чернота. Дело в том, что там какие-то вещества под группы железа реагируют. Поэтому он так сильно окрашивается в темный цвет. Сейчас пройдет некоторое время, и он такой станет более темно-коричневый просто. Осадок будет темно-коричневый. Понять, что это золото, очень легко. Если под группы железа дают прозрачный темный раствор, он такой просто чернеет, но он прозрачный, то здесь он мутный, то есть через него не проходит свет. Сразу понятно, что это металлический металл выделялся. Золото. Прошло некоторое время, наверное полчаса. Как я сказал, осадок покоричневеет. Видите, этот уже тоже начинает. Потому что там помимо золота реагируют еще и другие какие-то вещества. Но это всякие под группы железа и так далее. Сейчас этот тоже станет такой, как и вот этот вот коричневый. В принципе все нормально идет. Воды добавлять не надо. Прошли целые сутки. Я первую банку отфильтровал. Вот сколько темно-коричневого осадка получилось. Осадок такой очень хороший, чистый, крупный. У меня произошли кое-какие проблемы, которые я не стал снимать вот с этой банкой. Короче, раствор снова растворился, весь осадок. Вот это он и светлел. А в той банке, который был такой темно-коричневый, он в общем-то не растворился, выпал. Реакция протекает как-то немного по-разному. Может все зависит еще от того, сколько я воды добавил. Где-то больше, поэтому оно и не растворился, этот осадок в этой банке. А вот в этой растворился, и мне пришлось снова его восстановить. Собственно, таких проблем не было никаких, кроме этого. Но я не стал это снимать специально, в общем. Сейчас буду фильтровать эту банку. На этот раз золота намного меньше, но осадок намного чище, чем в прошлый раз. Он в прошлый раз был темнее, и может я олова больше прилил от радости. Это я тоже еще до конца не выяснил, как, что там взаимодействует. Но знаю, что олова лучше реагент, чем любой другой. Из-за вот таких растворов. Но оно, видите, как себя ведет. Сейчас я это промою водой. Осадка на самом деле не так и много, как многие могут подумать. Он еще высохнет. Его будет совсем мало. В следующем видео будем плавить это все. А на этом это видео подходит к концу. Вот он, первый осадок. И я его убрал в целлофан. Потому что я говорил уже как-то в одном из своих видео. Будьте аккуратны, если на фильтре фильтровали. Выфильтровали, выфильтровали кислотные растворы. И фильтр рассыпается просто весь. Вот он он. Я, когда его начал убрать, даже немного просыпал. Совсем чуть-чуть. Но я это подобрал, так как на столе делал. Но это можно и такую потерю понести, если... Раствор был кислотный. Разумеется, фильтр разлагается. Сюда? Ладно. В общем, он такой темно-коричневый осадок. Очень тяжелый. Достать его. В следующем видео начнем плавить этот темно-коричневый осадок. Разумеется, это не чистое золото. Как многие могут подумать. Но здесь 60% золота. Остальное это, в принципе, небольшая часть железа. И разных подгрупп. Потому что осадок окрашен в какой-то темный цвет. Может, это адсорбционное соединение золота и оловянной кислоты. Я не знаю. При применении хлорного олова часто осадок выпадает такой темно-коричневый. Бывает, даже черный выпадает. Почти черного цвета, как смола. Разумеется, чем он чернее, тем грязнее. Его здесь где-то полторы ложки столовые. При чистке его получится почти полная ложка столовая. При плавлении, разумеется, он еще уменьшится еще раз в пять. Осадок тяжелый. Ну ладно, в следующем видео начнем плавить. Начнется все именно с этого осадка. Расплавим первый полученный осадок. Я не буду чистить этот осадок. Да и вам не советую. Только зря время потратите. Плавить будем с бурой. Все вот эти ненужные черные примеси выгорят в виде шлама. Ну вот, ребята, я снова нахожусь на этом месте без маски на своем лице. Сзади меня озеро Байкал, как вы можете наблюдать. Тополь растет, видите? Конопля. Все как полагается. Шутка. В общем, подведем итог всей проделанной работы. На этот раз, как вы, наверное, заметили, реакция протекала совершенно по-другому. Но она, в принципе, так же протекала. Но раствор получился такой темный. Если в прошлый раз раствор был больше такой коричневый, даже это видно по записи при добавлении хлорного олова, то на этот раз реакция протекалась таким темным образованием. Я предполагаю, что на этот раз в растворе было больше разного мусора, грязи. Но золото тоже, разумеется, было. По истечению времени раствор осветлел, стал темно-таким коричневым. Как и, в принципе, всегда так происходит. Кто это не знает. Бояться особо нечего. То есть хлорное олово, такой чувствительный реагент, там самое главное, учитывать нужно концентрацию царской водки в растворе. Потому что у меня произошло на этот раз спонтанное растворение. Снова осадка. Он только выделился, начал светлеть. Потом по течению некоторого времени полностью растворился. Почти весь. Мне пришлось снова его восстановить. Я это не стал снимать специально, как уже говорил. Но не обязательно снимать мелкие ошибки. Они у вас будут. Ну и все. Что еще можно добавить? Особо больше говорить не о чем. В принципе, все получилось. Основную информацию я вам передал, сообщил. В следующем видео я буду плавить эти осадки. В общем-то, и я решил, так как у меня сейчас туго с финансами, пойти и сдать кусочек золота. В общем-то, посмотрим, что из этого всего получится. Ни разу я его еще не сдавал. Честно признаюсь вам, абсолютно ни разу. У меня есть дома золото. Я не буду говорить сколько, но я ни разу не сдавал. На этот раз сдадим именно вот это золото, которое я выделил. Наверное, это будет самый такой интригующий, наверное, для меня момент. Потому что, честно, я еще не ходил ни разу. Даже не знаю, о чем мне скажут. Потому что, кто знает, други вообще не захотят покупать. Скажут, пробы нет и так далее. Понимаете? Мы же не за границей где-то там, в США. Где пришел, кусочек сдал, тебя его приняли, проверили, рассчитались. У нас я совершенно не знаю, как что там проходит. Так что в следующий раз собственным опытом с вами поделюсь и покажу, разумеется. А на этом конец. Спасибо всем за внимание. В следующем видео, как я уже сказал, будем плавить осадок. А за этим последуют другие видео. Исследования, поиски. В общем-то, я много теперь, чего буду снимать на эту тему. Именно по поискам породы золотой. Так как это перспектива. Что касается компьютеров, занимайтесь, если хотите. Также я вас не принуждаю заниматься поисками золота из породы. По той причине, что если вы еще ни разу не выделяли золото не из компьютеров, а уж тем более из там породы. То вам даже думать, таким делом заниматься не следует. Потому что кроме поражения вы ничего не получите. Вы даже еще не знаете, как выделить золото из компьютеров. Какая порода. Поэтому я вас к этому делу не принуждаю. И не надо потом будет писать мне или задавать глупые вопросы. Научитесь для начала выделять золото действительно из радиотехники. А потом уже лезьте в ту область, в которую, скажем так, даже я еще под сомнением. У меня тут реакции протекают тоже раз через раз. Я вам показываю, поймите, самые яркие моменты. Многие неудачи я вам вообще не показываю специально. Так же, как, наверное, и любой другой химик показывает только результат. В любом деле. В любой сфере показывают результат. А сколько отрицательных результатов. Это, понимаете, если все показывать, не хватит, наверное, у меня памяти на компьютере. А так, обижаться не на что. Ладно, это все, что я хотел сказать. Это последняя запись к этому видео. Вот. Я вас, как уже сказал, ни к чему не принуждаю. Но если вам это интересно, смотрите мои следующие видео. А на этом конец.